28 лучших графиков России посвятили свои работы фонду возрождения Тобольска. А по сути это признание в любви к городу. На выставке представлено более 40 листов и на каждом достопримечательности древней столицы Сибири и люди, отличившиеся здесь. В каждой этой работе зашифровано то послание Семена Ульяновича Ремезова, которым он руководствовался, когда писал свою знаменитую историю сибирскую. Он объяснял, для чего он это делает. Говорил, я пишу историю, летопись сибирскую, для того, чтобы представить историю Сибири всенародному зрению не скрытно. Для Аркадия Лфимова это как девиз. Каждый проект фонда реализуется с посылом воспеть Тобольск. В книгах, бронзе, на живописных полотнах Федор Достоевский – город, кто увидел мельком. А ему установили здесь памятник, отпечатали Евангелие, подаренное ему по дороге в ссылку. Омский художник Андрей Маршанов изобразил писателя, летящего над Кремлем. Мы плохо знаем свою историю и культурное наследие сибиряки. И поэтому цель и задача общественной организации нашего возрождения Тобольск – это такая просветительская деятельность, чтобы рассказать людям о этом большом и великом культурно-историческом наследии Сибири. Поролева эксклибриса Нина Казимова представила работу Алла Джигирей, известный художник из Санкт-Петербурга, Ольга Самостюк из Уфы, а также их коллеги из Эшкаралы, Красноярска, Тоболики Николай Седько и Андрей Деменцев присоединились к этому проекту. Тобольск сейчас город областного подчинения и административный статус не позволяет как-то о себе заявлять, как говорится, ну что называется, через Тюмень. Вот именно на уровне общественном Аркадий Григорьевич именно это обстоятельство компенсирует. И вся Россия, благодаря Аркадию Григорьевичу, знает про Тобольск. Художник книги Василий Валериус, оформляя эту коллекцию, вновь показал высший пилотаж своего мастерства. Каждая работа помещена в отдельную папку, а после в короб. Выставочную деятельность Фонда Возрождения Тобольска можно сравнить с работой Музея изобразительных искусств. Выставку художники Фонду, представленную Тоболикам, ранее демонстрировали на площадке исторического общества. И на этом ее путешествие по стране не заканчивается. Ольга Куричко, Михаил Куричко, Тобольское время. Субтитры создавал DimaTorzok